здорово бойцы продолжая проходить метр гир солид и у нас прошлая серия короче была очень такая насыщенная в принципе мы повоевали с первым боссом револьвер оцелот был такой вот какой-то супер нельзя какие я к ему отрезал руку и тот свалил после чего короче директор бейкер передал нам информацию про свою короче племянницу что ли вот сказал чтоб мы с ней связались то что колюч карту у нее находятся и после этого он умер загадочным образом как и директор дарпы вот чистоту мы не знаем чистоту мы не знаем хотя мне написали короче уличку про чистоту этой племянницы но об этом позже короче об этом позже для начала давайте короче смотрите нас помехи давайте сходим так погоди давай мы сходим вот сюда мы мы в принципе не забегали да нормально сюда здесь паек у нас и мы так одним глазком взглянули посмотрите еще одна пушка вот здесь в принципе смотри какая-то штукенция лежит все четыре две штуки окей я понял и 4 2 штуки так отлично отлично это мы сделали окей так сохранимся и у нас есть короче карта доступа номер два я думаю нужно как бы сходить к дверям которые мы которые уровня 2 посмотреть что там интересного есть ну конечно без такой подсказки которые вот мне сказали короче про чистоту хрен бы мы прошли так смотри здесь у нас чуваки появились 4 гранаты окей 4 гранаты так эта дверь у нас была открыта какие-то ништяки появились я смотрю короче здесь боеприпасы со временем появляются снова так где второй уровень до второй уровень отлично что-то меня напрягает эта полоса тихо похоже это место защищено красными сенсорами ты должен как-то войти их лучи если у тебя есть вопросы по оружию или клипировки спаси у нашего военного аналитика наташи ее частота 141 52 короче да мне сказали то что еще подсказочку такую далее что нажимаешь вниз и вот частоты которые мы знаем так 141 52 да он сказал ой я запутался я понял 141 52 окей так 141 52 что она по этому поводу скажет это наташа это наташа романенко работать с тобой соли снайк этот специалист по ядерному оружию которым упоминал полковник да это я можешь спрашивать меня ядерное оружие все что хочешь еще и военный аналитик так что у меня больше познания и других системах вооружения я попросили принять участие в операции как наблюдателя от команды исследования ядерной угрозы я сразу согласилась нельзя позволить террористам завладеть какими-либо ядерным оружием я надеюсь что смогу помочь тебе остановить их сурово этой леди эти террористы всерьез намеренно использовать ядерное оружие мир не может стоять в стороне использовать это и позволить этому случится жили не все что я могу сделать отсюда это снабжать тебе информацией будем надеяться что это охватит еще один солдат здесь не сыграет никакой роли рад работать с тобой наташа и я радостный так погоди и чё это она сказала она только представилась кстати заметили да наташа 4 как не это не романова да как или как там ее с марвела черная водовада там тоже наташа была не романенко романова по моему или как ее там не романюк так гаде давай еще раз и послушаем здесь установлены инфракрасные сенсоры ты мог бы их увидеть если бы тебя был дым сигаретный дым например у нас есть сигареты кстати жаль но это бездымные сигареты то есть сигареты разработаны чтобы сократить вторичный дым ничего не волнуйся если ты выдохнешь ты направлении сенсоров то увидишь это была хорошая идея взять с собой сигарету но не курить слишком много сигареты сделать тебя слабыми телом и душой они бредят тебе так окей тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо так я но но мы поняли что туда лучше и ставаться надо сначала проглядеть все просмотреть да так погоди давай-ка еще раз если соберем окей здесь какие-то ништячки так окей погоди у нас у нас у нас у нас так а не туда не туда не там смотрю и там смотрю у нас есть тепловизор принципе система тепловизора ведь видение улавливающее тепловое излучение объектов вот по принципе видно да он эти лучи какие-то ползти ползли раз наташа говорит что сигареты вредят нам значит будем использовать тепловизор в принципе принципе это нормально так 141 52 у нас настроена уже чистота до полого тихо-тихо-тихо понял по 41 52 давайте сейчас наберем чтобы у нас появилась она понятно давай уже быстрее заканчивай разговаривать так и теперь у нас да он все наташа появилась окей окей так что дальше папа 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 чувачок чувачок блин я испугался стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп мари нахер ига еще прибежит то твою мать их много здесь бегом-бегом бегом бегом отсюда бегом-бегом бегом 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 ах ты попал нифига слышал да попал по мне говнюк так окей ладно стелсер из меня никакой так давай-ка мы возьмем паек так ну теперь отправимся обратно я надеюсь тревога прошла короче да так окей надо же было так нарваться там больше ничего не взять так дальше дальше куда дальше куда давай посудал дырочку сейчас забежим ты что же он смотри о вову ей забыл про эту штукенцию здесь аккуратно так окей давайте поговорим короче с нашим командиром кэмбеллом что он скажет директор дарпы и президент бейкер теперь террористы знают оба кода детонации причем оба умерли прямо на мои глаза теперь канал террористов есть оба кода с детонацией местные искусства постановить запуск ракеты это использовать карты которые есть уморил или или найти главного инженера металл гир о котором говорил президент бейкер хэлла эмерхо любом случае тебе нужно связаться с мэрил разведет частоты нет на обратной стороне коробки компакт-диска короче вот о чем не говорили но написали секретик или я не знаю как подсказка как это назвать короче не знаю а дело в том что кодима когда ну выпускала выпускали выпускал свои игры короче на playstation 1 он короче боролся с пиратством вот и фишка в том что если у тебя лицензионная копия но не копия лицензионный диск короче metal gear solid в первой части вот он сделал такую фишку короче чистоту мэрил он написал на обратной стороне коробки лицензионного диска короче переворачивший там написано кто играл на пиратке те не знали этого я не знаю как они проходили фиг его знает вот и короче мне написали частоту вот табличку ой еще раз потому что ну нам не пройти было из этой частоты короче есть частота это получается у нас 141 15 не понял 41 15 не понял ничего наврали а погоди или может 140 15 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 15 кто-то я был действительно впечатлен как ты выбралась оттуда парень из тюрьмы ты племянница полковника мэрил верно нет это не он а ты собственно кто этот придурок которого твой дядя заслал самый центр этого бардака ты пришел один полагает что один стоишь целая армия не нужны лекции прямо как твой дядя знаешь ли откуда ты знаешь моему дядю у нас были совместные дела как тебя зовут мое имя не имеет значения может ты слой ты соли снайк меня назвать некоторые люди легендарный соли снэйк ты извини за недоверие я не была уверена что ты из хороших парней но я знал что-то из них откуда увидел в твоих глазах мои глаза это не глаза солдата глаза салаги да нет красивые глаза в них видно сострадание этого я ждала от легендарного соли до снайка ты пытаешься мне впечатлить не волнуйся ты разочаруешься когда узнаешь меня поближе боюсь реальность не имеет ничего общего с легендой я не верю это почему ты так удивилась увидев мое лицо потому что ты выглядишь точности как он имеешь ввиду лидера террористов ликвида снэйка да ты знаешь его вы ведь не братья правда у меня нет семьи это в чем дело кто знает почему бы тебе не спросить у него сначала мне нужна информация ты присутствовал при испытании с самого начала что именно здесь случилось извини меня схватили вместе с президентом бейкером сразу после нападения террористов понятно что это за место я не думаю что это просто завод по утилизации ядерного оружия боже мой как это похоже на них никто ничего не сказал не так ли ладно видишь ли это место на самом деле предназначены не для утилизации ядерного оружия это база принадлежит эффективные корпорации это гражданская база для разработки металлера полковник поиска нового поколения были связаны сюда испытание прототипа ядерной боеголовки почему foxhound потому что они специальная оперативная группа создана для проведения секретных миссий они решили смогут установить все без огласки мы могли использовать ядерное оружие и раньше почему именно в этот раз я слышала что эти испытания были последним перед тем как программа металл гир будет одобрена это всего лишь то что я слышала звучит сомнительно чего по-твоему хотя террористы извини я поймали с президентом бейкером после начала восстания и тогда он дал тебе карту для отмены кода те активации деактивации удивительно что тебе удалось прятать своих от охраны но у женщин гораздо больше потайных местечек чем у мужчины под а ты встретился с бейкером да как он держит держится он мертв что сердечный приступ такой же как у директора дарпа это тоже умер от сердечного приступа да они что-то оба были больны нет я не слышала об этом что уж я не верю в случайности происходит что-то странное похоже на то но я не имею представление что именно я тоже пока который создал металл гир имеешь ввиду доктора эмериха да он еще жив наверное он должен быть на втором подвальном этаже хранилище ядерных боеголовок серого отсюда второй подвальный этаж там находится его лаборатория я думаю что они заставляли его работать над программной запуска значит он нужен им живым до тех пор пока не закончат работа тогда нам нужно сделать что-то нибудь пока ты права если мы не сможем отменить пакет детонации в уровне должен счет и там планируешь разделиться с этой штукой в одиночку стоит и не впервые и успевает как лучше всего пройти здание где держит доктора на первом этаже есть грузовой проход который ведет на 7 какой уровень защиты двери 5 но все в порядке у меня есть карточка пятого уровня что ж я должен спасти доктора а ты пока я иду с тобой не за что ты еще слишком зеленым я хочу чтобы ты спряталась где-нибудь я не зеленая а еще такая помешки что всего на секунду перед врагом и все кончено удачи не длится вечно я не знаю что произошло я просто не смогла нажать на спусковой ключ мы никогда не было проблем на тренировках но когда представила как мои пули рвут тела это этих солдат и замешкалась по мишеням и стрелять поджим до ищущим людям не одно и то же самого раннего детства я мечтал стать солдат каждый день своей жизни тренировала тело и разум ради того чтобы однажды мне наконец удалось видеть настоящий бой а теперь что теперь хочешь все бросить я не могу я не позволить себе бросить все сейчас послушай марил убить в первый раз всегда трудно к сожалению чем больше убиваешь тем легче становится это делать на воднях худшие человеческие эмоции худшие черты все вырезать наружу очень легко забыть что такое грех когда ты в центре снары сражения но это не война это террористический акт ты немного взволнована после сражения уровень адреналина твоей крови начинает снижаться просто успокойся но я подробно изучала все о сражениях в академии мы поговорим о том позже сейчас просто позаботься о том чтобы остаться в живых если я выберусь отсюда живой я подумаю о чем другом ладно попытаюсь сказать иначе не путайся черт возьми у меня под ногами и настоящий ублюдок как говорил мой дядя я же говорил настоящий я не похож на легенду похоже что ты был прав я буду хорошей девочкой после того как я найду доктора потом займемся отменной ходу и детонации ясно но послушай я знаю это место лучше тебя звони мне если будут вопросы будь осторожна хорошо после того как открою грузовой проход я свяжу с тобой столько много читать и я не успеваю вообще бывает прочитать короче бывает там перевру ну вот так что вы и если смотрите да сами тоже там прочитываете я могу наврать вот так короче грузовой лифт что-то про грузовой так погоди терпелем расслабься мне нужно еще немного времени чтобы открыть дверь если жестово когда открою ее подожди немного хорошо окей нам короче это надо грузовому лифту я так понял да отправляться так сохраняемся окей я подождем пока у нас там солдатик уйдет отлично грузовой лифт у нас на первом этаже получается так что такую фишку придумал кодзима вот не открыла тебе грузовой проход спасибо где ты там где я могу тебя видеть мы слишком разгуливай не волнуйся я же переодета во вражескую униформу твоей походкой к тебе не поможет что это значит так ничего слушай снег грузовой проход похож на воздушный шлюз он оснащен красными сенсорами будь осторожен если сенсор зафиксирует постороннего будет выпущен газ я плата с этим сохранишь лидер баллы 2 галон стоит ты же сказал что будешь хорошей девочкой я передумала безрассудным сейчас не самый подходящий момент извини но это единственный способ проверить насколько я кажусь солдат и должна запачкать руки эти ребята профессионала тебя просто убьют увидимся шалунья окей она открыла нам двери и сказала про инфракрасные лучи короче нам снова надо будет использовать тепловизор так окей вот эти двери погоди мы не были вот здесь еще дамы и не сюда не заходили еще в эту дверь тут у нас чувак спит спит погоди можете по вас могу потихонечку проползти глушитель и и моё вот эта тема подала смотри мы что взяли штурмовую винтовку фамас нажмите квадрат для выстрела нажмите для автоматического огня нифига себе вот это круто чем у нас еще есть осколочная граната пластиковая взрывчатка светошумовая граната mp граната нифига мы тут по набирали а я и не знал где у нас тут есть специалист короче по оружием же да это кто у нас наташа наташа же давно специалист по оружием хорошо ты нашел она по-русски сказала к нашел сроком это оружие сил специальных операций этот пистолет 45-го калибра с большой убойной силой он также оснащен лпу для ведения ночного боя если зажмешь много оружия сможешь навести лазерный луч на противника чтобы точнее прицелиться если надешь глушитель его тоже можно экипировать пистолет был разработан специально для спецразделения поэтому думаете он тебе пригодится некоторые считают его слегка тяжелым трудом в использовании но это не должно стать проблемой для тебя окей хорошо погоди мы связались да с нашей чё нам а блин чё нам кэмпбелл еще скажет эти совсем поговорим парил ведь связалась тобой так пройди через дверь северная часть ангара иди в хранилище гибрид головок окей я понял так мы эллин звонил снайк а это сохранить удачи спасибо это сохранить короче так инструктор что нам скажут ты должен думать твой разум самое опасное оружие если ситуация становится слишком сложной попросил упростить свои мысли потому что всегда можешь спросить совету кэмпбелла окей ничего путного нам не сказали короче наташа мы звонить не будем твой не наташа этой морю запутаешься с этими бабами короче так сохранимся ты пополз так ладно смотри мэрил сама звонить будь осторожней в этом слюжи установлены красные сенсоры возможно их не видно не вооруженным глазом и стен выходит красные лучи коснешься одного из них и двери будут заблокированы а помещение наполнится ядовитым газом тебе нужно как-то пройти не задев эти сенсоры так окей окей так где наш там тепловизор так они еще и двигаются смотри да ну ладно допустим гаде а тут 2 или 1 болен какая из них какая не очень понятно сделано неудобно так окей похоже мы прошли да отлично окей так ладно смотри и на улице у нас снег выбрались на улице короче вот туда нам надо да получается будь осторожен здесь кругом минный клеймор используя миноискатель кто ты назвал меня глубокая глотка глубокая глотка информация из ноутергейского никогда не думал об этом ты не используешь пакет на передачу ты рядом послушай перейдите я поджидает а кто ты такой один из твоих поклонников танк так погоди дай-ка глубокая глотка чё там кэмпбелл полковник я получил звонок по кодеку от какого-то вне операции я знаю мы наблюдали по ментору майлин знает все о системе связи пусть она объяснит тебя если кто-то знает твою чистоту он может связаться с тобой но вопрос в том как он узнал ее это секретная информация ты хочешь сказать что кто-то разглашает информацию это единственное объяснение которое приходит мне в голову майлин ты знаешь откуда шла эта передача извини ради волны были слишком слабые чтобы высвести источник но я уверен что он рядом с тобой где-то на базе ты должен пройти через минное поле да я понял я походу там уже на мину нарвался короче и лежит такой и лежит окей окей так минное поле и впереди нас ждет танк нам сказали я думаю это у нас затянется так что видос я буду заканчивать и кому понравилось ставим лайки подписывайся на канал группу вконтакте обязательно комментируем пишите советы подсказки все что может помочь прохождению вот я буду очень рад можете в комментах можете в личку в к какому-то мне писали короче пишите я все читаю и прислушиваюсь вот и с вами был валерий всем пока